Вот то платье, которое нам принесло первое место. Какое оно у нас красивое, яркое, голубенькое. Как оно нам идеально подходит, да, к свеку? Именно в этом платье Наталья Анисимова выступала на межрегиональном конкурсе «Сицевый бал» в Челябинске. А ведь еще 10 лет назад девушка и представить не могла, что сама придумает фасон наряда. А потом выступит в качестве модели перед публикой и жюри. В конце 90-х Наталья пострадала в ДТП и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. «Был перелом шейных позвонков. То есть это было 19 дней реанимации. Это были 3,5 месяца после реабилитационного отделения. Это было 6 лет трудового реабилитационных центров. Это не выезжая, считай, с одного в другой, в третий, в четвертый. То есть по всем больнице, восстановление. Это было первые 7 лет. Это было просто без отдыха. Ее жизнь по-прежнему наполнена постоянными поездками. Наталья участвует в конкурсах красоты и талантов. В этом и нашла свое спасение. А теперь, возможно, и дело всей жизни. При разработке костюмов к «Сицевому балу» девушки поняли. Им необходима специальная одежда с учетом их ограниченных возможностей. Как оказалось, инвалидная коляска не позволяет носить достаточно много вещей, которые любят модницы. Первой из списка выпадает одежда из кружева. Рукава легко зацепить, крутя колеса. Проблемы возникнут и с верхней одеждой. Вот эти места моментально вытираются, поэтому приходится подбирать рука в три четверти. Не подойдут и платья, у которых передняя часть короче, чем задняя. Они будут постоянно мяться и мешать сидеть. Летний вариант. Легкий и летящий наряд также попадают в черный список. Здесь проблема в длине. Ткань может зацепиться за колеса. Получается, что людям с ограниченными возможностями необходима специальная одежда. Ведь удачно подобранный костюм прибавляет уверенности в себе. Именно такие платья на конкурс сшили себе девушки. Кружево расположили только спереди. Спинку платья сделали прямой, нерасклюшенной. И чтобы их наряды смотрелись выигрышно, даже в положении сидя, придумали ряд хитростей. Пояса широкие с той целью были придуманы, чтобы вот эта сборка, которая шла под грудью, ее корректировать. И чтобы девочкам вот это вот самое главное, чтобы они чувствовали себя свободно и что они красиво выглядят. Вот эти широкие пояса, они подчеркивали вот эту вот всю прелесть этого наряда. Я любила его. Готовила еду, убирала дом, рожала детей. Работала и обеспечивала во всем, что он только пожелает. А он постоянно капал мне на мозг. Говорит, ши себе платье. Вот на леди будешь похожи. И я шила, одела. И понимала, что он так долго себя лишал. Не лишать себя красивых и эффектных нарядов решили и новоиспеченные кемеровские модельеры. Шив платья, которые идеально подходят для людей с ограниченными возможностями, девушки не против поставить такое производство на поток, чтобы сделать жизнь маломобильных людей проще, ярче и красивее. Эту идею поддержали и в Кемеровском отделении Всероссийского общества инвалидов. Как сообщила его председатель Валентина Шмакова, вопрос находится на стадии разработки. Отелье не только позволит шить индивидуальную и удобную одежду, но и позволит создать несколько новых рабочих мест. А значит, поможет людям с ограниченными возможностями почувствовать себя нужными и полезными. И, конечно же, модными. Полина Егошина, Константин Червяков. Новости моего города.